Водители махачкалинских автобусов «Метанов» могут остаться без работы. Все дело в том, что столичное пассажирское автотранспортное предприятие номер 2 собираются ликвидировать, так как оно находится на стадии банкротства. Потеряв надежду, оставшиеся без заработка сотрудники автоколонны обратились к президенту России Владимиру Путину и генпрокурору страны. В ситуации разбиралась моя коллега Зумрудгамидова. Ей слово. Под угрозой исчезновения оказались автобусные маршруты, давно полюбившиеся махачкалинцам и каспичанам. Автобусы, которые на них работали, заправлялись сравнительно дешевым топливом, газом, метаном. Потому в народе их так и прозвали метанами. Стоит отметить, что при стоимости проезда в 10 рублей, а чуть позже цена поездки дошла до 15, данный вид транспорта стал очень востребован. Популярен также и междугородний маршрут Махачкала-Каспийск. Да, между городами агломерации курсируют еще и маршрутки, но в них проезд стоит существенно больше – 35 рублей. И вот теперь для жителей города Спутника Махачкалы доехать до работы или учебы в столице за такую низкую цену может оказаться невозможным. Нас 131 человек уволили одно. Вот столько людей мы должны были перевезти. Ежедневно это по 500, по 600 человек каждый один автобус перевозил. Вот теперь умножьте это на 30. 15 тысяч человек и какие деньги эти люди сэкономливали. Мы по 15 рублей возили, а маршрутники по 23 рубля возят. Эта история, по словам сотрудников предприятия, началась еще несколько лет назад. Водители уверяют, что бывший руководитель преднамеренно доводил предприятие до банкротства различными способами, расхищая средства. Сейчас на него заведено уголовное дело, его обвиняют в хищении бюджетных денег. Умышленно, специально. Умышленно. Не знаю, за этим что стоит и что они хотят этим. У кого есть туда отличка с тобой, кто может показать? Именно сейчас, когда вот эта пандемия и вот это все пошло, и людей загнали в самоизоляцию, просто все ждали, что начнем работать. Все выйдет и одним днем все, всех предупредили, что предприятия сокращают. Всех, весь личный состав в количестве 131 человек и все, просто всех забор. Водители считают, что именно коррупционная составляющая стала причиной всех бед. Если карман деньги не присвоит, это организации можно легко поднять. Эти деньги и налоги, и на зарплату, и на завчас вполне будут хватать. Предприятие задолжало государству по налогам более 200 миллионов рублей. Но органы государственной власти ему не помогают. Водители надеются, что автопарк, а вместе с ним и рабочие места удастся сохранить. Вот только если власти обратят на народные маршруты свое внимание. Банкротство дало налоговую инспекцию. От того, что у нас были неоплаченные налоги. Если государство пойдет нам на встречу, выплатит эти налоги или часть из них, мы можем спокойно дальше работать. Сотрудники предприятия просят власти сосредоточить внимание именно на социальной ориентированности маршрутов и проблеме безработицы. Ведь так называемые народные автобусы, просторные и вместительные, привозили и мамочек с колясками, и инвалидов. Кроме того, водители надеются, что и горожане встанут на защиту самого дешевого, а главное – удобного общественного транспорта. Ну, большинство, вот страдает кто? Простой народ. Мы нуждаем сейчас в дальний момент вашей поддержки. Если мы не будем поддерживать друг друга, сплочен, если мы не будем вести себя, мы потеряем этот транспорт. В свою очередь, региональное министерство транспорта обещает, что проблем с перевозкой пассажиров не возникнет. Сейчас обсуждается вопрос оказания помощи предприятию. Вот только куда отправиться безработным водителям метанов и какой будет судьба популярных маршрутов, по всей видимости, еще не придумали. Замрут Гамидова, Муса Сталгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.